Российские власти в очередной раз обманули россиян. Никогда такого не было, и вот опять. История, связанная с повышением призывного возраста, была довольно громкой с самого начала. Вначале российские власти рассказывали, что это будет поэтапное повышение, которое коснется как верхней планки, так и нижней планки. Мол, нечего 18-летним парням идти сразу в армию, нужно сначала образование какое-нибудь получить и еще что-нибудь поделать. Именно под этим соусом подавалось повышение призывного возраста. Однако выяснилось, что, как это всегда и бывает, всех надули и обманули. Ну, то есть повышение призывного возраста будет повышаться не только верхняя планка, но и останется неизменно нижняя. То есть 18-летние парни все так же будут призываться в российские вооруженные силы. Все это проходило по заявлениям депутата Госдумы Картополова. Он был одним из застрельщиков этого законопроекта, хотя сам законопроект изначально появился в словах Сергея Шойгу в обсуждении с Владимиром Путиным. Тогда это подавалось именно так, что повышение призывного возраста будет и по верхней планке, и по нижней планке. То есть ничего как бы не изменится, просто изменятся временные рамки. Ну, то есть, точнее, возрастные рамки тех, кого призывают. Выяснилось, что все это не так, и в свежих принятых Госдумы поправки черным по белому написано, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет и начнет действовать не к 26-му году, как обещали депутаты, а с 1 января 2024-го. Новость не в том, что в очередной раз обманули россиян. Это как раз обычно, и у меня очень много вызывают вопросы те, кто продолжают верить российским властям. Даже больше, чем вопрос, откуда берутся маленькие угри. Ну, рыбки вот эти. Это довольно загадочный феномен. В общем, загуглите, довольно интересно. Нет, история здесь гораздо глобальнее и на самом деле примечательнее. Потому что история главная заключается в том, что у российской армии очень большие проблемы с тем, чтобы набрать людей. Это красной нитью проходит через всю эту войну и является контринтуитивным. Вообще, в этой войне очень много всего контринтуитивного. То есть, казалось бы, у России бесконечное количество снарядов, которые должна сколь угодно их использовать. Оказывается, нет. Со снарядами большие проблемы, несмотря на колоссальные советские запасы. Или вот наоборот, например, ракеты. Ракеты, которые сложны в производстве. Казалось бы, без западных технологий Россия должна перестать их делать. И они должны у нее заканчиваться. Но нет, мы видим, что ракеты у России, к сожалению, не заканчиваются. Правда, это связано не с тем, что Россия научилась делать это без западных технологий. А с тем, что санкции, которые применяются к России, довольно дырявые. И через эти дырочки вполне себе спокойно попадают всевозможные технологии двойного назначения. А иногда и прямого назначения для строительства ракет. Короче говоря, война очень контринтуитивна. И, казалось бы, Россия из-за своих объемов, из-за своих масштабов должна иметь огромную армию, которая будет превосходить украинскую по численности. Но этого не происходит на протяжении всех 17 месяцев войны. И не будет происходить и дальше. Поэтому вопрос мобилизации все еще остро стоит на повестке. Несмотря на то, что уже мало кто перестал говорить о том, что она будет сама в скором времени. Хотя я бы тут сказал, что даже наоборот происходит. Те, кто раньше говорил про то, что мобилизация скоро будет, уже про это не говорят. А вот как раз всякая ЗЭТ-общественность, она начала говорить, что мобилизация, скорее всего, будет очень и очень скоро. Более того, мы видим, что российские власти на фоне этого весь прошедший год, как минимум 2023 и конец 2022, они обновляют свои протоколы для мобилизации в плане того, чтобы наладить и реестр, и базу, и количество необходимых военкомов, и учебные части, и все, что с этим связано. То есть глобально Россия к мобилизации готовится. Однако до сих пор ее не объявила, несмотря на то, что военная ситуация требовала это гораздо раньше. Ну, то есть, например, для того, чтобы было успешное зимнее российское наступление или имело хоть какой-то успех, это нужно было делать еще в прошлом году, в конце прошлого года или хотя бы в январе. Однако Россия этого не сделала. В общем, сегодня обсудим с вами новые поправки, повышение призывного возраста и несколько деталей, на которые мало кто обращает внимание, но которые являются существенными, и в целом вопрос мобилизации. Возможно она, невозможно, в какие сроки, когда она может начаться, и что российские власти останавливают от того, чтобы ее провести, и почему, несмотря на военную необходимость, Владимир Путин откладывает это решение. Вы на канале Майкла Наки, если еще нет, то переходите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал, все это помогает продвигать видео и, возможно, поможет спасти жизни, а также поддерживайте канал на Патреоне, ссылка в описании, ну или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке прямо под видео, тогда у вас будет платный комментарий, он будет подсвечиваться, и я его обязательно увижу. Итак, глобально, что происходит с этим повышением призывного возраста? В новых поправках заявляется, что теперь будут призываться люди не до 27 лет, а до 30 лет. Это позволит существенно расширить базу людей, которые будут призываться на срочную службу. Более того, там указано, что в период мобилизации также можно будет со срочниками заключать краткосрочные контракты, которые будут даже менее года. Как мы помним, в предыдущих поправках имени Шойгу там указывалось, что срочник может заключить контракт с первого дня своей службы, что, на самом деле, довольно серьезное изменение и позволяет вербовать срочников как контрактников. Российская армия очень не хочет использовать срочников непосредственно в Украине, хотя эти срочники, они погибают в этой войне, причем довольно часто, потому что их располагают в Белгородской области, где также проходит линия фронта. Потому что на территории Белгородской области и многих других есть склады с боеприпасами, оттуда запускаются ракеты, там есть военные аэродромы, поэтому по ним, безусловно, наносятся удары. К сожалению, не западным оружием, которое очень точное, которое бы позволило минимизировать потери среди гражданских, потому что Запад настаивает на том, что Украина не должна использовать западное оружие для ударов по российской территории. Но, тем не менее, безусловно, удары наносятся и будут наноситься и дальше, потому что это удары по военным целям, по военным объектам, так как они располагаются в том числе на территории России и особенно в Белгородской области, потому что это вообще такой плацдарм, через который Россия и начинала нынешнее вторжение, и на котором до сих пор огромное количество военных объектов, складов, аэропортов и командных штабов. В общем, срочники в этой войне погибают, и есть целый ряд историй, которые связаны с тем, чтобы превратить срочника в контрактника. Вообще, деятельность Государственной Думы в нынешнем году она во многом была направлена на то, чтобы увеличить количество этих механик. То есть, базово какая стоит задача перед властью? Задача стоит, первая, насытить фронт людьми, вторая, сделать это так, чтобы люди в России особо этому не возмущались. Именно поэтому не хотят использовать срочников в прямую. Ну, то есть, брать срочников и говорить, вы теперь едете там, я не знаю, под Бахмут. Потому что вот там находится линия соприкосновений, нам там не хватает людей. Почему этого боится делать власть? Потому что история со срочниками, которых задействуют в боевых действиях, исторически в России очень негативно для власти проявлялась. Ну, то есть, это и Афганистан, и многое другое, потому что население видит для себя какую картину? Что берут людей, которые не собирались воевать, не давали на это свое согласие, которых в обязательном порядке призывают, потому что в России на призывы подлежат там все мужчины без там серьезных заболеваний с возраста от 18 до 27, вот теперь будет с 18 до 30 лет. Вот берутся эти люди и отправляются умирать. Это негативно сказывается на общественном восприятии, и более того, в нынешней войне это будет для них означать, для людей означать, что ситуация на фронте не очень хорошая, как это было во время мобилизации, которая проводилась 21 сентября, но к мобилизации мы еще обязательно вернемся. И таким образом, что делают со срочниками? Срочников просто в другую категорию записывают. То есть, срочникам предлагается контракт, предлагается усиленно, то есть, помимо того, что в военных российских частях идет постоянная обработка, то есть, там есть такие политические пятиминутки, которые, на самом деле, не пятиминутки, а гораздо больше, их заставляют смотреть российскую пропаганду, им есть политруки, которые рассказывают, что вот там праку ворот, туда-сюда, и вообще нацисты кругом тыры-пыры. Непонятно, что человек, находящийся в изоляции, да и в целом человек, который только недавно школу закончил, достаточно воспринимающий в любой пропаганде, он на это может повестись. Но таких не очень много, то есть, срочников, которые готовы добровольно переходить в контрактники, потому что они уже к нынешнему моменту примерно понимают, что их ждет. Да, безусловно, есть люди, которые не готовы приходить в чужую страну, убивать там людей, то есть, которые могут отказываться от этого по моральным соображениям, но, надо говорить честно, таких не большинство. Почему? Потому что такие люди сейчас в армию, в принципе, не попадают. То есть, такие люди прикладывают достаточное количество усилий, чтобы не оказаться во военной части. Поэтому, на самом деле, большая часть людей, которые в эти военные части попадают, к сожалению, это люди, у которых нет этого морального ограничения. Еще раз оговорюсь, безусловно, есть и те, у кого есть эти моральные ограничения, и более того, они из этих частей пытаются сбежать, избегают в огромных количествах, о чем я рассказывал в недавнем видео, где рассказывается о исследовании медиазоны, они изучили статистику судов и выяснили, что выносится по 100 приговоров об оставлении части в неделю. Ну, то есть, вот такой масштаб бегства российских военных из военных частей. Там речь идет и о мобилизованных, но есть частичные срочники и много чего еще. Значит, поэтому, в основном, это, конечно, люди, которые уже без моральных ограничений или они вымываются в результате пропагандистской обработки в военных частях, но эти люди все еще до них доходят, значит, информации о том, что вообще происходит на фронте за мясорубкой. Они прекрасно понимают, что это, по сути, билет в один конец, что они, скорее всего, станут либо коллегами, либо умрут, помимо того, что будут убийцами. Поэтому желающих не очень много. Из-за этого применяются в том числе силовые меры для того, чтобы заставить людей подписывать контракт. Об этом рассказывал один из срочников, который в итоге убил себя в такой военной части, он оставил записку, в которой рассказывал, что его принуждали, что его очень активно принуждали стать контрактником. В общем, это такой отмывочный процесс. Когда из срочников делают контрактников, это было и в начале нынешнего вторжения, когда мы увидели в боевых действиях довольно большое количество срочников. Оказалось, это были серые срочники. Что такое серые срочники? Это люди, которые на тот момент отслужили больше полугода, потому что раньше такое было ограничение, нельзя заключать контракт, если ты отслужил меньше полугода. И им, поскольку Россия говорила, что вот в 2022 году, что это все учение, многие командиры частей говорили им, слушай, ну давай контракт заключим с тобой, ты съездишь на сборы, значит, вот мы там все на сборах будем находиться, мне поставят, что у меня укомплектование полное, есть контрактников, а тебе заплатят денег. И многие на это соглашались, в итоге эти люди оказались вот в мясорубке этой войны. О чем в том числе говорили и в Совете Федерации, потом было вынуждено не признать Министерство обороны. В общем, такой отмывочный механизм, где и срочников делали контрактники. Сейчас, в течение времени, этот отмывочный механизм расширили. То есть, во-первых, теперь срочники могут с первого дня службы заключать контракт, а вот эти новые поправки, которые идут вкупе с повышением призывного возраста, в том числе говорят и о краткосрочных контрактах, которые теперь можно заключать срочникам. То есть, в чем задача глобальной российской армии насытить ее солдатами любым способом? Как мы видим, российская армия пытается использовать для этого абсолютно любые механизмы. Например, широкая кампания по привлечению людей на фронт. Вся Россия завалена билбордами, видеороликами и различными агитками, что вот становись контрактником, типа СВО, туда-сюда, много денег, тыры-пыры. Значит, получается, это не очень хорошо. Несмотря на то, что Шойгу отчитывается, что 1300 добровольцев в день появляется, на самом деле цифры эти дутые. Конкретно то высказывание было разоблачено самими же зет-патриотами, которые рассказали, что на самом деле на тот момент, когда Шойгу это говорил, на тот момент добровольцы, уже существующие добровольные подразделения, ну, в частности, к которым относили ЧВК Вагнер на тот момент, ну, в общем, их довольно много на линии фронта, в том числе Ахматовские, вот эти вот кадыровские ребята, значит, что они на тот момент заключали договоры официальные с Министерством обороны, потому что Министерство обороны выпустило такой приказ. И вот тех, кто уже находился на фронте, уже был в добровольческих отрядах и подписывал контракты с Министерством обороны, тех Шойгу в том числе записывал, вот, смотрите, к нам идут добровольцы. Ну, то есть, такая очевидная манипуляция. Более того, иногда он просто придумывает цифры. Потому что, когда началась вот эта вот кампания по призыву добровольцев, это уже сильно отличалось от того, что было в России в прошлом году, когда тоже была довольно серьезная кампания, и какие-то люди, наверное, шли, но после этого случилось несколько громких поражений Российской Федерации на линии фронта, и более того, выяснилось, что все эти добровольцы, они служат не там в тылу, а на передовой. И даже тогда не удалось набрать необходимое количество людей, и Владимиру Путину после очередного крупного поражения в прошлом сентябре, когда Россия вышла из Харьковской области, ну, как вышла, выбежала, я бы сказал, оставив огромное количество техники, оставив огромное количество снарядов, просто сверкая пятками они бежали, и вот тогда была объявлена мобилизация 21 сентября. Что говорит нам о том, что набрать людей скрытой мобилизацией, или так журналисты окрестили вот эту кампанию по найму добровольцев, по заключению контрактов, не удалось. Естественно, что в кампании в 2023 году это все еще хуже продвигается, потому что информации о фронте гораздо больше, о том, что всех отправляют на передовую, что отправляют вместные штурмы, что нет достаточного обеспечения, в каких-то частях нет даже воды. Это все, конечно, с сарафанным радиом расходится. И более того, если в том году еще до крупных поражений, до оставления Херсона, до высекания российских складов в Крыму еще какие-то были иллюзии в России, что война будет быстрой, и Россия непременно победит, то сейчас уже этого гораздо меньше, таких ощущений у людей нет. Есть понимание, что война будет как минимум долгой, а как максимум, и, скорее всего, будет проигранной. Поэтому никто не спешил даже за большие деньги идти добровольцем. Однако проблема у России с кадрами все еще остается и, более того, увеличивается. Она становится невообразимо большой. Потому что вот те самые люди, которые были мобилизованы 21 сентября, они заканчиваются. Заканчиваются не только в физическом смысле. Огромное количество мобилизованных погибло, потому что их использовали буквально для вот таких мясных атак под угледаром и много где еще. И, в общем, они по поводу этого записывали всевозможные видеообращения, не рассказывая, как с ними плохо обращаются, как у них ничего нет, как их используют в самоубийственных целях и прочее, и прочее. Но, помимо этого, есть еще проблема ротации. Проблема ротации заключается в том, что военных, которые уже воюют долгое время, не сменяют на других. Вообще, военный должен находиться на поле боя, ну, не больше месяца. Ну, то есть, в активной фазе. После этого у него ухудшаются способности, у него течет колпак, значит, и он становится гораздо менее эффективен. И поэтому существует ротация, когда должны военные менять друг друга, и вот, значит, повоевал, отдохнул, повоевал, отдохнул, повоевал, отдохнул. При этом у украинской армии, например, ротация настроена нормально. Об этом сообщают даже пророссийские военкоры, которые задаются вопросом, а почему у них нормальная ротация, а у нас, значит, все через одно место. И, в общем, срок службы, в том числе российских, мобилизованных без ухода на ротацию, уже достигает 9-10 месяцев в отдельных частях. И многие сообщают о том, что это проблема массовая. Опять же, сообщают об этом ZP3. Я здесь не привожу конкретные их высказывания, потому что я это делал в недавнем ролике. И как бы зачем повторяться? Ну, можете сами посмотреть. Просто ротация вбить в... Ну, если у вас есть папка с Z-каналами в Телеграме, у меня просто есть. И посмотреть, как часто об этом пишут и говорят. И военные свидомители, Кашеварова, Стрелков до недавнего времени. Ну, то есть вся возможная вот эта вот чепуха. По-моему, даже у Скобеева было на эту тему несколько постов. Вот. Но тут не ручаюсь. Просто Скобеева часто кого-то репостит, как будто в эфире зовет. И поэтому иногда сливается, что именно говорит или пишет она, а что пишут эксперты, которых она зовет. В любом случае проблема ротации лишь увеличивается, и людей не хватает. И нюанс заключается в том, что это происходит, пока Россия в обороне. Оборона – это проще, чем нападение. И если у вас проблема с ротацией в обороне, если у вас проблема с кадрами в обороне, это значит, что вы физически не можете осуществлять никакие наступательные операции. То есть вообще никакие. И, собственно, Россия уже столкнулась с этим зимой. Я напомню, вот все забыли и не знали, некоторые даже не слышали, но оказывается, у России зимой было наступление. Ну, то есть зимой была активная фаза российского наступления. Сразу по ряду направлений. Она закончилась нулем. Зеро. Ничего, нигде не продвинулись вообще. Где-то даже потеряли. Не говоря уже о том, что потеряли огромное количество собственной техники, огромное количество мобилизованных, огромное количество солдат. Особенно запомнился Угледар, где просто российские БМП, российские танки ехали на мины один за одним, один за одним. Кто-то скажет, Майкл, ну ведь сейчас во время наступления ВСУ мы видели то же самое. Да, действительно видели на первых порах, но армия Украины быстро перестроилась, и мы перестали это видеть. А под Угледаром российская армия не перестроилась. Типа это было от начала и до конца наступления. Тем самым потеряв огромное количество и техники, и живой силы. Короче говоря, проблема с российскими военными никуда не делась и только усиляется день ото дня, потому что Россия сейчас, да, обороняется от украинского наступления, но с помощью больших потерь. Как потерь в технике, так и потерь среди живой силы. Причем, опять же, активно пишут российские военкоры. Да, конечно, Лукашенко, Путин, Коношенков и прочие отребья, они, значит, рассказывают, что там Россия никого не теряет, теряет только Украина, и там вообще тысячи уже погибших, десятки тысяч, они говорят. Путин даже, по-моему, где-то обмолвился, что просто какие-то невероятные потери. Мы не видим ни одного объективного анализа, который бы это подтверждал. Мы не видим вообще никаких данных, нам ничего не показывают. Нам показывают только кадры подбитой техники, которая, кстати, с украинской стороны видно, что не приводит к неминуемой гибели экипажа, но по этой подбитой технике у России с Украиной примерно паритет, если мы говорим именно про запорожское направление. На других направлениях Россия теряет даже больше техники, чем Украина, а на запорожском направлении примерно паритет по потерям, что для России немножечко позорно, потому что Россия находится в глухой обороне, которая с инженерной точки зрения выстроена неплохо. То есть, траншеи вырыты правильно, минные поля расставлены правильно, но есть большая проблема с контрбатарейной борьбой и со снарядами для артиллерии. Поэтому украинская контрбатарейная борьба довольно сильно высекает российские артиллерийские установки и другую технику. Короче говоря, почему я все это веду? К тому, что какие варианты есть у Владимира Путина для того, чтобы расширить количество солдат в армии. Варианта три. Первый вариант – это добровольцы, то есть, больше сделать добровольцев, которые сами придут, сами подпишут контракты, сами пойдут умирать. Второе – это переводить срочников в том или ином виде, то есть, задействовать срочников. И третье – это мобилизация. Что касается добровольцев, пробуют, активно пробуют, не получается. Ну, то есть, до конца года, до конца 2023-го, они хотели набрать 400 тысяч человек. Сейчас, на начало июля, по-моему, они отчитывали, что-то в районе 116 тысяч удалось набрать. Мы не видим этих 116 тысяч, мы не видим очередей к военкоматам, к мобильным пунктам, мы видим выговоры местным областным администрациям за то, что они не выполняют квоту, которую спустили сверху, мы не видим передвижения новых 100 тысяч человек, мы не видим, чтобы они обучались в лагерях, мы вообще их не видим. В социальных сетях мы не видим фотографии, видеозаписи с проводами тех, кто уходит на то, что российская власть называет СВО. Нет никаких данных, которые бы позволяли нам судить о том, что стало как-то много добровольцев. И логика предыдущего существования нам никаким образом не намекает, почему это могло сработать. То есть, произошло ли что-то, что могло бы смотивировать большое количество людей пойти добровольцами? Нет, не произошло. Даже я бы сказал наоборот. Поэтому эти цифры выглядят ненастоящими, никакого подтверждения этих цифр нет, ни с количественной точки зрения, ни с качественной точки зрения, в том смысле, что мы не видим каких-то новых обоснований у людей, которые бы туда пошли. И в этом контексте это кажется абсолютно провалившейся историей. Ну, то есть, история с пополнением добровольцами не находит своего отклика. Более того, мы не видим эффекта от этой истории. То есть, если бы удалось набрать 116 тысяч человек, не чисто за июль, а вообще за весь 2023 год, то уже бы пошла частичная ротация. То есть, уже частично эти люди бы заменяли тех, кто воюет по 9-10 месяцев на линии фронта. Этого не происходит. Почему я так подробно на этом останавливаю? Чтобы привести вам аргументы, почему, на мой взгляд, эти цифры не соответствуют действительности, так как объективных данных на этом этапе у нас нет. У нас есть только слова Шойгу, которым я верить не готов, так как он обманывал всех все время на протяжении всех этих месяцев. Второй вариант. Срочники. Это то, что мы видим прямо сейчас. Вот эта вот вся история с повышением призывного возраста с 27 до 30, это ровно об этом. На этом сходятся военные аналитики. Это позволит расширить количество людей, которых можно будет призвать. это большая категория людей, которые есть в России, и просто их можно будет с 1 января начать призывать, ну, не с 1, там, с призыва ближайшего, да, начать призывать, и более того, довольно быстро переводить их в контрактники по новым поправкам, которые принимаются. Вообще, эта история с повышением призывного возраста, она, знаете, как образцовая. Ну, то есть, я напомню, что в начале, когда это только началось, она обосновывалась, знаете, чем? Тем, что вот как раз не надо, чтобы сразу шли в армию, нужно, чтобы поучились, потусили, набрались жизненного опыта, туда-сюда. То есть, именно это якобы была причина. Более того, обещали, что все это будет поэтапно, и что об этом не стоит никому переживать. Но шло время, и начали рассказывать, что ситуация обстоит совсем иначе. Тот же человек, который рассказывал, что это нужно для того, чтобы молодежь не сразу шла в армию, начал рассказывать, что, а вы знаете, мы вот решили нижнюю планку не повышать, потому что нам очень много писали ребята, которым скоро будет 18, что они хотят в армию, и ради них мы решили не повышать планку призывного возраста. В двух словах, почему это значит? Даже не потому, что мало какой человек напишет, да, в армию хочу очень, мне не надо повышать призывной возраст. Окей, может, такие есть, допустим. Проблема вот в чем. Изначальный проект, который предполагался, он предусматривал поправку, что в случае желания человека, он может пойти служить раньше, чем в 21 год, что он может начать служить в 18 лет, если на то будет его желание. То есть, там буквально было написано, что вот эти вот все, которые якобы писали письма, которые, видимо, Картополов сам сидел и выдумывал, хотя нет, он просто сказал, что они написали ему, ему даже не надо выдумывать сами письма, для них была возможность в том законопроекте. То есть, это вранье от начала и до конца. Многоходовочка, если хотите. Вот все ищут постоянно у Путина многоходовочки. Вы не там ищите, ищите ее в российских законопроектах. Это вот всегда одна и та же история. Берете любую поправку, любой законопроект, представляете худший ее вариант, и вот таким он и будет. Чего бы вам не обещали эти, значит, из Государственной Думы, которые не являются субъектными. То есть, понятно, что не они всем этим занимаются, они лишь являются вот кнопконажимателями и озвучивателями того, что им спускают сверху. Поэтому эта поправка была изначально рассчитана на то, чтобы таким образом увеличить российские вооруженные силы. Собственно, ровно это и будет происходить, и вот мы буквально видим на этой поправке, как это будет выстроено. Но с этим тоже есть проблема, потому что это все будет через какое-то время, и потому что людей просто обмануть, но не настолько. То есть, массовая гибель срочников, вчерашних срочников тоже будет для общества заметна и довольно-таки критична. Поэтому это не единственный вариант. И, скажем так, все, что сейчас происходит в российском эстеблишменте, все, что связано с военизацией всего экономики, призывной службы и прочего, они везде делают базу для того, чтобы все эти линии пушить и добровольцев, и призывников, и мобилизацию. И будут делать это и дальше. Это просто яркий пример, как именно обманывают российское население, и важно показывать его друзьям и знакомым. Вот просто взять распечатку там картополов, что он говорил, когда вносилась эта херня, что он говорил, когда он сказал, что, вы знаете, с 18 будет, но все будет поэтапно, говорил он, и что в итоге было принято Госдумой. Там буквально написано, что никакого поэтапно, никакого повышения нижней планки призывного возраста с 1 января 2024 года призывать будут с 18 до 30 лет. Кстати, с помощью электронных повесток, о которых все забыли, но обязательно вспомнят на ближайшем призыве. Это что касается призывников. Теперь мобилизация. Значит, по мобилизации мне довольно часто пишут и спрашивают, несмотря на то, что я этого вопроса касаюсь тоже нередко, но мне пишут, Майкл, утверждалось, что мобилизация будет в январе, в феврале, в марте, утверждалось проговорилось и прочее, прочее. Ее до сих пор нет. Вот как так получилось? Значит, первое, что надо понимать, Майкл Найки не принимает решения о начале мобилизации. Будь воля Майкла Найки, не то, что мобилизации, войны бы никакой не было, а Владимир Путин на столбе. Ну, если бы Майкл Найки смог себя взять в руки, в тот момент он все-таки бы отправился в тюрьму, а не на столб, хотя Майклу Найки это было бы очень нелегко. Тем не менее, я не принимаю решения мобилизации, и я надеюсь, что ее вообще не будет, потому что, если мобилизации не будет, если Путин настолько будет бояться ее проводить, это значит, что война закончится быстрее, и меньше людей умрет с украинской стороны, ну, и с российской стороны тоже меньше умрет. Для тех, кто переживает за наших мальчиков, тоже приятный бонус. С военной точки зрения мобилизация нужна была не в январе, она была нужна в марте прошлого года. Собственно, ровно в марте, когда Владимир Путин вышел, он сказал, мобилизации точно не будет. Точнее, он сказал, что мы точно не будем призывать резервистов. Значит, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, как видите, семь месяцев прошло, мобилизация была объявлена. Это было вызвано во многом большим поражением России в Харьковской области, откуда их с ссаными тряпками гнали в ССУ, забирая технику, снаряды и освобождая собственную территорию. После этого была проведена мобилизация, было набрано какое-то количество людей, но с самого начала начали говорить, что это не очень достаточно. К январю стало очевидно, что нужны еще люди и для ротации, и для наступательных действий, если Россия соберется их производить. И поэтому ждали в январе, ждали в феврале, ждали в марте, и с каждым месяцем необходимость мобилизации увеличивается. Ну, то есть, нет такого, что она не случилась в январе, феврале и марте, это значит, что это еще не будет в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре. Вообще не значит, потому что с каждым месяцем этой войны точки зрения мобилизации для России увеличивается. То есть, риск ее не падает, а растет. Почему ее не происходит? Вот вам, например, очень простая история. Один из главных страхов россиян это мобилизация. Об этом свидетельствует рейтинг национальный индекс тревожности КРОС. Эксперты строят свои оценки на основе анализа новостей и реакции соцсетей на них. На недолгое время этот страх перебили диверсии, а потом в июне это перебил мятеж группы Вагнер. Но сейчас все вернулось на круги своя, россияне вновь боятся больше всего мобилизации. Первая волна мобилизации, проведенная Владимиром Путиным, она просто имела эффект разорвавшейся бомбы. Ну, то есть, люди очень этого не ожидали. Во-первых, потому что им рассказывали, что у российской армии все хорошо, это профессиональная армия, она громит Украину и вот-вот со дня на день победит. И тут внезапно выходит Владимир Путин и говорит, что идите на фронт. И на фронт отправили мужей, детей и прочих, тогда еще не полагая, что эти люди будут принимать участие в боевых действиях. Вы мне скажете, Майкл, ты что думаешь, они совсем они не знали, что отправляя людей на мобилизацию и отправляясь на мобилизацию сами, они будут участвовать в военных действиях. Я вам скажу, недоверчивые и надеющиеся на лучшее. Есть такой значит, оптимистик байес. Это надежда на то, что вот с другими плохое происходит, а с тобой точно не произойдет. Именно поэтому они в автобусах бухали водку, радовались и пели песни. Правда, песни скоро закончились, когда выяснилось, что мобилизованных, несмотря на обещания президента Владимира Путина, отправляют служить не на десятую линию обороны, а на передовую. Более того, в местные штурмовые атаки. После этого полились просто рекой обращения мобилизованных. Люди не понимали, что происходит, а президенту и власти в том числе высказывалось много претензий, связанных с тем, что какого черта наших родных и близких мы получаем теперь в гробах. Масштабные протесты это не превратилось. Единственное, что-то похожее на них было в Дагестане, где еще до мобилизации получили огромное количество гробов, потому что многие люди оттуда были контрактниками, и вот в Дагестане люди понимали, что война серьезная, и что убивают просто в огромном количестве. Но после того, как оказалось, что мобилизация это по-настоящему, начали выезжать из страны, начали громко возмущаться и начали со страхом ждать следующей волны мобилизации. И рейтинги власти обвалились очень сильно, а Владимир Путин несколько месяцев вообще не комментировал никак войну, вообще отстранился от этой темы, негатив продолжал литься, но он так всегда делает, просто чтобы уйти из-под шквала негатива, и он начал литься на остальных силовиков, в том числе именно в этот момент обвалился рейтинг Шойгу, и появилось очень много, так сказать, критиканов из зет-общественности. Но потихонечку людей начало отпускать, а военкоры и всякая зет-общественность продолжала говорить, что мобилизация необходима. Об этом говорил Пригожин, об этом говорил Стрелков, об этом говорил много кто еще. И вот сейчас об этом начали говорить снова, потому что количество проблем на фронте, оно начинает перерастать в качество. Ну, то есть в качество понижающиеся возможности России в том числе обороняться. Поэтому из зет-общественности теперь про мобилизацию не пишет только ленивый. Они думают, что мобилизация будет снова в сентябре. Возможно, из-за какого-то магического мышления, возможно, ожидая больших успехов Украины именно к сентябрю. Вот что пишет Романов Лайт. Это довольно известный зет-канал. То, что осенью будет вторая волна мобилизации, это уже очевидный факт. И это логично. Необходимо ротировать тех, кто был мобилизован прошлой осенью. Сейчас очень важно подготовиться, пока у вас есть возможность. Готовьтесь, приобретайте СИБС, экипировку, ПНВ, качественную обувь, медицину. Пройдите обучение по тактической медицине, управлению картером. Таких курсов сейчас множество, в том числе и бесплатных. Реальность такова, что гарантированно вам дадут только оружие, боекомплект. Прошел год, и у вас есть возможность научиться на чужих ошибках. Соглашается с ним и телеграм-канал Два Майора. Вот здесь, с товарищем Романовым мы в целом согласимся. Надо готовиться в любом случае, быть в нормальной физической форме, иметь аптечку, которая на шашлыках может пригодиться. Наконец-то сходить к стоматологу и размять остеохондроз, чтобы позвоночник не сыпался в трусы, когда с борта КАМАЗа в раз спрыгнете. Полистать секретариат двух майоров. Это там какая-то методичка. Война пока что выгодна в сильном мире всего, да и наша Госдума неспроста принимает решение о поднятии возрастного ценза для мобилизации офицеров из запаса да ужесточает санкции за нарушение постановки на воинский учет. Увеличена предельная численность армии, формируются новые полнокровные дивизии. Наша фраза «Война будет долгой» призвана не панику наводить или красиво посты заканчивать, а объяснять всем, что это надолго, какую бы форму она ни приняла. Будь готов. И такого еще довольно много. Помните, и Захар Прилепин высказывался, и различные депутаты Госдумы. В общем, кто только не высказывался. Значит ли это, что на верхах готовят мобилизацию? Нет, не значит, потому что эти люди имеют нулевой доступ к информации. Просто они тоже смотрят за фронтом и приходят к выводу, что другого варианта нет. Но есть история, которая позволяет нам судить о том, что к мобилизации власть как минимум готовится. Причем готовится весь прошедший год. Военкоматы работали все это время и наращивали количество собственных сотрудников. Создавалась картотека, точнее электронная база со всеми призывниками. Увеличивались штрафы за неявки и за все остальное. Недавно приняли новое увеличение штрафа за неявку по повестке. Раньше это было до 3,5 тысяч рублей, теперь 50. Ну, то есть вся база для того, чтобы проводить мобилизацию, она готовилась весь этот год. Потому что хаос первой мобилизации показал, что страна к этому совершенно не готова. Единственное, что все еще останавливает Владимира Путина, это страх перед возмущением. Особенно в 2024 году, точнее накануне. Потому что в 2024 году будут выборы, которые не настоящие выборы. Выбирать-то там никого не будут. Это в смысле выборы Владимира Путина. Но в период выборов большое количество людей начинает задаваться вопросом, что опять и в этом контексте боятся протестов. Протестов как и от противников войны, так и от сторонников войны, которые считают, что война идет не слишком хорошо. Одного из таких ярких представителей этого мировоззрения, Игоря Стрелкова, недавно посадили. Что, конечно, вызвало отдельную интересную тенденцию в Z-общественности, о которой я расскажу, наверное, уже завтра. Подводя итог, что мы видим? Мы видим, что есть объективная проблема на фронте у российских властей, которая может в ближайшее время, и я надеюсь, приведет к успехам Украины. Мы видим, что Украина эффективно продолжает хоть и медленно продвигаться на линии фронта. Особенно интересно сейчас событие происходит вокруг Бахмута. Но, в общем, в ближайший месяц, август или начало сентября, я бы ожидал действительно каких-то существенных изменений линии фронта. Но про это я как бы не хочу говорить подробно, потому что я не военный аналитик, лучше про это с Русланом Левиевым или еще какие-нибудь люди, помнее меня, про это скажут. Тем более, что я действительно, что называется, лицо заинтересованное, поэтому очень надеюсь на успех ВСУ и стараюсь всячески ему помогать в меру сил и возможностей. В общем, на этом контрасте может повториться прошлогодняя история, что вот эти вот чаши весов, которые уехали Владимира Путина, его страхи от публичного негативного отношения к мобилизации и необходимость мобилизацию проводить перевесят второе и тогда может быть проведена новая мобилизация. Единственное, что я хочу подчеркнуть в конце этого видео, дорогие друзья, опасность никуда не делась. Опасность и быть срочником, и быть мобилизованным. Пожалуйста, учитывайте это. Изучайте запасные планы. Что можно сделать, если завтра объявят мобилизацию? Какие меры вы должны предпринять для того, чтобы это вас не коснулось? Чтобы не стать убийцей и чтобы не стать убитым? Готовьте пути отступления. Сделайте тревожный чемодан. Подумайте, как вы можете в случае мобилизации уехать из страны или, если у вас нет возможности, что вы можете делать внутри страны, чтобы не подпасть под мобилизацию? Что вам делать, чтобы не стать срочником? Потому что это тоже сейчас прямой путь в могилу. Обязательно озаботьтесь этим. И помните, что даже если все перестали с утра до ночи рассказывать, что завтра мобилизация, это не сделало риск мобилизации ниже. Риск мобилизации растет с каждым днем. И никуда не денется, пока не будет закончена война. А с вами был Майкл Наки. И до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Российские СМИ опубликовали письмо Пушилина и Пасечника первому заместителю главы администрации президента России Сергею Кириенко, в котором они пишут о необходимости фактически полной ликвидации угольной промышленности на оккупированной территории Донбасса. По их словам, практически все шахты выработали свой ресурс, поэтому должны быть закрыты. И Пушилин и Пасечник просят выделить на это деньги. В письме говорится о том, что на территории Донбасса должно остаться лишь около 10 рентабельных шахт. Остальные пойдут под снос, а это сотни предприятий. Письмо достаточно объемное, я не буду цитировать его целиком. Процитирую лишь самые характерные избранные фрагменты, а затем прокомментирую их. Уважаемый Сергей Владиленович, в настоящее время в регионе по добыче работают 70 шахт. В стадии ликвидации находится 114 шахт. Порядка 50 шахт брошено, их состояние неизвестно. Вот этот момент мне особенно понравился, хозяйственники пришли, называется, да, настоящие патриоты. 50 шахт у них тупо брошено, и они даже не знают, в каком состоянии эти предприятия. Кто вообще себе мог такое раньше на Донбассе представить? Да вообще никто. Читаем дальше. По большинству ликвидируемых и брошенных шахт отсутствуют планы горных работ, проекты ликвидации и прочая необходимая проектно-техническая документация. Оборудование на шахтах изношено на 80%, не подлежит восстановлению и требует полной замены. Тоже очень хорошо похозяйничали ребята. С 2014 года никакой замены, никакого обновления оборудования, естественно, не проводилось. Это вообще никому не было нужно. То есть они что делали? Они просто хищнически, варварски эксплуатировали захваченные чужие предприятия, ничего в них не вкладывая, только выжимая из них все ресурсы и теперь просто пришли к закономерному результату. Естественно, оборудование без замены изношено там на 80%, на 90%. Теперь они пишут, что оно не подлежит восстановлению и давайте его под нож. Короче, происходит вот в точности все то, о чем мы говорили, предупреждали, писали эти годы в Украине, все эти годы, все последние 8 лет, вот посмотрите, все ровно к тому и пришло. Ну а дальше там самый ключевой фрагмент этого письма, можно сказать, вот ключевая мысль, ради чего все это и писалось. Очевидно, что экономическая ситуация и имеющийся потенциал развития определят возможность дальнейшей безубыточной работы не более 10 шахт, которые обеспечат потребности работающих в регионе ТЭС и металлургических заводов. Таким образом, в стадии ликвидации в регионе будет находиться более 220 шахт. Ну что, ребята, вот и все, приехали. Прощай, шахтерский Донбасс. Можно с уверенностью об этом говорить, потому что 10 шахт на весь Донбасс это ничто, это фактически смерть угольной промышленности. Вот при плохой Украине, ну когда, помните, считалось, что Донбасс страшно притесняли, работали сотни шахт. Финансировали в том числе нерентабельные шахты, то есть плохая Украина поддерживала угольную отрасль, в России это называли страшными притеснениями русскоязычного населения, издевались просто над Донбассом ужасно. А пришла Россия и все, как бы освободила Донбасс, освободила от шахт, от угольной промышленности. Думаю, не надо объяснять, что это значит. Что такое оставшиеся 10 шахт и уничтожение 200 шахт, представьте, 200 шахт уничтожат. Это означает, что десятки вот этих шахтерских поселков, которые изначально вообще строились ради шахт, вокруг шахт, они просто умрут. То есть это вымирание региона, это конец, это конец целых городов и ну тут по последствиям вот это решение, оно будет на самом деле сопоставимо с тем уроном, которые несут боевые действия. Дальше там в этом письме еще там много идет целый такой фрагмент, где Пушилин и Пасечник просят денег на это все на закрытие шахт, рассказывают, что очень затратно, нужны миллиарды. Но я не буду это цитировать, это уже не так как бы интересно и показательно, все, что самое главное, я уже процитировал. И тут, что тут можно сказать еще, да? Я очень хорошо помню 2014 год, когда вот эти все люди, сторонники России, там, какие-то пророссийские политики, вот эти все упоротые провокаторы, типа там, Паша Губарева, Олега Царева, бегали и кричали, что вот украинцы за евроинтеграцию, но в Европе наши предприятия закроют, если Украина попадет в Европу, значит, в Европе не нужны шахты, наши заводы все закроют, все порежут на металл, надо интегрироваться с Россией, там, вступать в таможенный союз, все расцветет, предприятия заработают на российский рынок, Россия даст деньги, все вложится, Донбасс просто превратится в цветущий край, они это говорили из каждого буквально утюга, вот пришла Россия, и вот мы видим наглядно, в принципе, это и раньше было понятно, ну, по всему, что происходило в предыдущие годы, было понятно, они эти шахты уже уничтожали, резали на металл, закрывали, ну, вот теперь уже прямо говорится, что шахты не нужны, угольная промышленность не нужна, оставят 10 шахт, каких-то самых рентабельных, все остальное закроют, и в принципе, все нормальные, разумные люди и предупреждали, что так будет, потому что, ну, России не нужны эти отрасли промышленности, понятно, что никакие российские олигархи не будут вкладывать свои деньги в чужие, краденные, захваченные предприятия, вложений нужно очень много, никто этого делать не будет, то есть, все, конец, пришла Россия, и можно сказать, что история Донбасса, вот как угольного региона, закончилась, а Донбасс изначально, он даже свое название получил, да, от Донецкого бассейна, то есть, все, на Донбассе, можно ставить крест, и Донбасс убили, не какие-то там кровожадные украинские националисты, как там все время обвиняли где-то в Москве, не какие-то там русофобы, кто еще, да, а Донбасс пришла и уничтожила Россия, которая просто превратила его в руины, которая просто собирается уничтожить там все живое, естественно, это уничтожение предприятий приведет к исходу населения, к полному обнищанию, к вымиранию этого региона. Вот вам наглядный пример, что бывает, когда приходит Россия, русский мир, вот, ставьте лайки, комментарии к этому видео, чтобы оно получало больший охват, чтобы распространялось, как бы, да, лучше его больше смотрели, чтобы все понимали, видели, в других странах смотрели, вообще, по всему миру смотрели и понимали, что бывает, когда приходит Россия, что она никого не освобождает, не спасает, никому не помогает, Она приходит и просто все крушит, рушит, вывозит, мародерит, как бы уничтожает просто под нож. Это все, что они могут, это все, что они умеют. И это доказано на конкретных примерах. Друзья, если не подписаны на канал, подпишитесь и обязательно поделитесь этой информацией.